Мои впечатления, первые мои переживания, это капец. Вот прям реально переживал. Переживаю до сих пор и буду переживать первые три дня, скорее всего. Потому что, о, есть, ага, есть, есть, щука, ха-ха, я ждал тебя. Тут еще казармы есть, сейчас этот, примерно покажу. Да, тут развалены уже казармы, все развалены. Сейчас проверим. Ну-ка. О, кипятим чай, жарим рыбу, которую поймали. Всем привет, друзья. Наконец-то я дождался особенного и сложного для меня отпуска. В этом году решил отправиться на Енисей. Я, кстати, впервые еду на Енисей, чтобы пройти долгий и сложный для меня маршрут. Готовились мы к этому полгода. В целом нам надо пройти 25 километров пешим переходом в 4,5 дней через лес и болото до назначенного озера. Дальше нам надо будет пройти более 200 километров на Байдарках. Частично по Енисею, а дальше по разным горным речкам. Причем это все без физической подготовки. Мне нужно проехать на машине и преодолеть расстояние от Сургута до Енисейска 3000 километров. Нам нужно проехать через Большое Сороке на Тюменской области, где я забираю своего товарища и мы едем дальше. Ну что, друзья, короче, вот, забрал своего товарища из Сорокина. В бане не удалось попариться. Мы все-таки решили отправиться. Вечером сразу поели, нас накормили и отправились в Омск. В Омске переночевали и сейчас вот в пути в сторону Новосибирска. Нам еще ехать до Новокузнецка, ой, Новокузнецка, до Енисейска 1540 километров. Нам еще ехать день, ночь и еще мы, получается, на следующий день где-то днем только приедем. И будем располагаться, скорее всего, на Дебаркардере. Постоянно не могу это слово выгодить. Ну а теперь, друзья, я немного расскажу про город сам Енисейск. Енисейск – это один из старейших сибирских городов Красноярского края. С его прошлым нераздельно связана история присоединения Восточной Сибири к России. Город был вообще заложен в 1619 году отрядом казаков как военная крепость под названием Острог на левом берегу Енисея. На протяжении полутора столетий этот город был главными воротами в Восточную Сибирь. Город Енисейск расположен в долине реки Енисей на левом берегу 8 километров южнее устья реки Кемь и относится к группе северных районов. Енисейск находился в местах плодородных богатым зверем, рыбой, в самом центре важных водных путей. Благодаря этому Енисейск стал крупным промышленным городом. Городом из сказок «Тысяча одной ночи», знаменитым Енисейском, о котором ходили невероятные рассказы и предания. Многое пережил этот город за свою богатую событиями жизнь. Рассветы, упадок, пожары и золотую лихорадку. Енисейск был городом искусственных мастеров и политических сынных. А вообще численность населения Енисейска составляет 18909 человек. Кстати, совсем недавно, 10 августа, жители отметили День города. Енисейску исполнилось уже 400 лет. Вот и мне захотелось увидеть все это своими глазами. Как говорится, пока не увидишь, ничего не поймешь. Все, друзья, мы прибыли в Енисейск. Идем по берегу Енисейска. Сейчас надо будет нам заехать в магазин. Преодолели мы, кстати, 3000 километров. Я думал, 4 будет. Но у нас вышло, короче, от Сургута через Сороково 3000 километров. Ехали две руки. Ну, в принципе, быстро доехали. Расположились на этом на пирсе. Сняли номер. И нам остается только ждать пароход. Сейчас он приходил. Получается, вверх... А, стоит, да? Подожди, так это горький. Горький стоит просто. Нет, на который мы будем отправляться. Через несколько дней... Ну, через два дня, короче, придет. И мы будем погружаться ночью. Поздно ночью, 16-го числа. Сейчас купим картошки. Посидим на берегу. Сварим картошки. Взяли с собой горелку. Посидим душевно, вечерком. Полюбуемся на закат. Тепло тут, капец. 25-26 градусов. Ну, не хотелось бы, конечно, дождя не было. Мы, когда поедем туда уже, на место приедем. Еще двое суток добираться на пароходе. Там, вроде как бы, грозы будут. Я не знаю, тяжело тут, мне кажется. Ладно, оставайтесь на канале. Сейчас покажу, на который мы обратно приедем. Вернее, сюда. На быстроходном метеоре. Как он? Ну, корабль быстроходный. Метеор называется. Вот сейчас людей выгрузил. Люди приехали. Откуда они приехали? Что там сбора? Сбора. Куда мы, кстати, отправимся. А потом вот на этом поедем обратно. Это быстроходный Михаил Гаденко. Она такая вот ракета. Больше ста человек вмещается. Больше ста, да? Больше ста человек вмещается. Он только говорит. Скорость 80 километров. Скорость 80 километров. В час. Вот он за один день проходит около 557 километров. Местное пассажирское. Сейчас он уходит туда. Вот. Сейчас уходит в сторону бора, да? Вот сейчас уже мы за самым будет до утра стоять. А, стоять там будет? Да. Утром погрузит новых пассажиров. Ну вот, предстоит нам на таком обратно плыть. Мы уже билеты, кстати, купили на него. Так, ну мы уже собрались, в принципе. Переночевали здесь два суток. Вот наши чемоданы. Вот мой чемодан. Но это все потом разгрузится. Два гермомешка. Один гермомешок с вещами. Еще на мне гермомешок с продуктами. Плюс вот этот мой супер-пупер рюкзак. Тут все необходимое. Все, у нас сейчас посадка. Мы сейчас будем садиться на теплоход. Очень много. Что-то сказали сколько? 8 человек. Около 80. Антоха готов. Ну все, друзья. Погрузились с горем пополам. Народа очень много. Как говорили, 8 человек погрузились. Вот наша каюта. С этими рюкзаками. Я чуть с лестницы не упал там, блядь, с этим рюкзаком. Я-то не на плечах нес, а чисто руками нес. Я просто сзади еще гермак был. Вот наша каюта с Антохой. Как на паскарте. Но у нас, друзья, еще очень долгий маршрут. Чтобы не то, что на теплоходе проехать, А вообще, очень долгий путь придется нам проделать. На байдарках, пешком, кучу всего придется выбросить вещей, скорее всего, чтобы освободить наши рюкзаки. У меня стоит телефон. Он показывает маршрут. Связи абсолютно нет. Прогруженные карты. Надо, когда связь, допустим, у вас есть, надо прогружать карты. Прогрузил карты. И сейчас, в фоновом режиме, без интернета, показывать, как мы плывем по Енисею. Карты называются просто советские карты. Можно в плейм-маркете их закачать. И реальное время отображает через спутник. Но самое главное, надо включить GPS в телефоне. Тогда вам будет показывать, где вы находитесь. Вот, сейчас покажу, какая скорость у нас. По-моему, сюда надо нажать. Вот, да. Скорость. Вот она. Скорость. 28 км в час идем. Это что у нас? Максимальная скорость у нас была. 35 км и 2 направления. Ну, это широта, долгота. Ну, точность 10 метров от спутника. И высота. Высота 38 км, я так понимаю, что. Ну, в общем, все работает. Сейчас назад сделаю. Все работает без интернета. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и скорее всего нас может быть на таких шлюпках спускать скорее всего мы еще не знаем но мы как бы уже поговорили с капитаном этот корабль был вообще построен в 1955 году и назван в честь одного героя у него была фамилия Матросов вот он спас своих товарищей за то, чтобы когда он шел на пулеметный расчет он просто телом, короче, накрылся вот и после этого его собратья продвинулись вперед в наступление, когда они шли вот в честь него назвали этот пароход, представляете, вот 1955 года построен был, и вот сейчас он по Енисейску возит туристов жителей города Енисейска всяких деревень ну, в общем, туда-сюда он, например, мотыляется Андрюха, новый чего, как называется у тебя эта штука? Ремингтон Ремингтон легенький за 17 тысяч нет, за 15 15-300 денег а, 15-300, у тебя скидка была? да, там скидка еще мы сейчас будем смотреть самый красивый у нас ух, нифига, какой он, блин все, новое ботинки новые надеюсь, не подведут ну, так и сделаю вот так вот так это что, вильтик? это карман тут что-то лежит это ремкомплект слушай с солнечной батареей а, сейчас все, ну ладно смотри, какие свободные вообще вов все, отлично прям вообще офигенно тут мои чешки и вот мои чешки и вот мои чешки ху-ху-ху самые здоровые вообще норфин норфин норфин? норфин 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 ботинки нулячь лада будем испытывать говорят, что хорошие так здесь снимает пошли 就是 5 ур Кстати Сейчас вот шлюпку спустили Будут подходить к кораблю И мы на него будем Садиться в спасшилетах И нас вот туда Это мы уже приехали к Бакланихе Здесь мы высаживаемся У нас отсюда пойдет маршрут КОНЕЦ Здрасте, а договориться можно с вами? Чуть-чуть переправиться на лодке Куда это? Нам вообще до Черноостровского надо До Черноостровского? Да, прям на Черноостровке, где лопухи вот эти стоят Стояли А значит все За деньги? Вот это вот весь груз Вот это наши два рюкзака И вас двое И нас двое Во сколько? Что во сколько? По времени, когда? Ну вообще мы сейчас собираемся Нам надо час экономить Просто очень сильно Да? Да Так, мы вопрос решаем Ну, говорите Ну, короче мне надо сходить Бензин одеться Ну мы подождем Не вопрос Если что, скажешь Какая цена будет Так, друзья Ну давай, Кок, иди показывай Ну, друзья Мы добрались до Бакланихи Здесь небольшое поселение Ну и много домов Прошли мы от Енисейска на теплоходе До Бакланихи 883 километра Сейчас вот с местными договорились Сейчас он принесет бензин Договорились, чтобы он у нас перевез 15 километров до Черноостровска Скорее всего на этой лодке Не знаю точно В общем, все идет по плану Все идет по маршруту Конечно, есть такое У меня прям вот первые Мои впечатления Первые мои переживания Это капец Он прям реально переживал Переживаю до сих пор И буду переживать Первые три дня, скорее всего Напарник-то у меня привыкший Но я переживаю немножко Как мы, что там Как мы пойдем Я даже не знаю Представлять не могу Ладно Надеюсь, что все будет хорошо А что за мотор? Что-то он большой Ну, как-то Четырех Метеор Меркурий Меркурий? Аа Что-то не видел таких красок Это конкретный японец 10 штук таких выпустили Аа Если честно, в Бакланехе Нам просто повезло Что мы смогли договориться На переправку Мы планировали от Бакланеха Исправляться На Байдарках 15 километров До Черноостровска А это просто Ломало наш график С этого момента Напарник сказал Что я какой-то везучий Ну, посмотрим Насколько я буду везучий Да, кстати Владельца лодки Зовут Евгений Супругу или подругу Я не знаю, как зовут Мы не знакомились С виду и по общению Парень неплохой Сразу пошел Нам навстречу И денег особо не просил Ну, мы в конце поездки Дали ему 3000 рублей Сам он местный Родом самой Бакланехи Практически всю жизнь Живет на реке Вот человек Которому не нужна Ни цивилизация Ни телефон Ни интернет Ни телевизор И то, что мы Без интернета Уже не можем Она все куда-то тянет В дебре И нам все равно Нужен интернет И телевидение Потому что Мы к этому привыкли Ну все Прибыли мы Наконец-то До Черноостровска Вот Сейчас будем располагаться Будем лагерь разбивать Мы здесь ночуем Сейчас сколько время? Четыре Четыре дня Ну, почти вечера Дров надо натаскать Рыбу половить Приготовить Это все дело И до завтра Завтра еще сходим На лопухи Посмотрим, что там Вообще Что осталось От этих лопухов Как Женька сказал Который нас привез Мы с ним познакомились Женя его зовут Говорит, там Старая Вера Уже все растаскали Все растащили Все На чермет Короче Все растащили Ладно Будем сейчас обосновываться Мы вот здесь На косе На каменной остановились Ладно Продолжение следует Как говорится Ну вот Собственно Енисей Вот коса Каменистая Мы поднялись Капец Пройти-то 40 метров Тяжело было Подниматься Ну мы их еще Разгрузим Эти Рюкзаки Чтобы полегче Полегче были Там еда Вода Ну короче Это такое Весомое Самое Тропинку А Антоха Говорит Тропинку Нашел Туда наверх До лопухов А завтра Нам она будет Байдарки Накачать Еще Дойти До Речки Татарка И оттуда Мы уже Попрям Пешкодрап Пешкодрап Мы сейчас Должны поймать Чего-нибудь Так Ну Будем кидать Будем надеяться Что здесь Рыба есть Щуку хоть Половить Все Чем-нибудь Пожаримся Так Ну у нас Этот Небольшой Перекус Мы Этот Расположились То что Такой скромный Столик На камешке Столов Нету Делаем Стульчики Из камней И столик Тоже Пока Колбасу Доедаем Картошка Еще вареная Против нас Находится Остров Черный На забытой Базе Черноостровская На самом деле Здесь ширина Кенесея Три километра И как бы Этот остров Он очень ливый А да Вот это остров Получается Вообще На том За этим островом Еще какой-то Пролив Есть получается Завтра Мы сходим В Черноостровск Ну и антенны Которые Мы хотим Посмотреть Говорят Там уже Все Разграблено Утащено И убрано Ну ничего Прибрано Ну и После этого Мы потом На Татарскую Татарскую Тоже Пункт Который уже Не Не Жилой Раньше Там тоже Базировалась Вахта Этих Военных Военной части То есть Они там Отдыхали А здесь Работали Расстояние 15 метров Ну и Также Они в Бакланихе Были Но они Не населялись Получается Двойное У нас Будет Ну и Оттуда Потом Уже В Тайгу Входим Ну С Татарки Ну там Речка Татарк Еще А там По-моему Дома Остались Да Еще Есть дома Разрушены В Татарке Татарской Нет Есть Есть По-моему Старье Там Есть Получается Потому что На карте Показано Что там Какие-то Есть Дома Есть Три дома И вертолетовая Площадка Мы туда Не попадем Влево Убим Друзья Мы взяли С собой Такие Вот Средства От Медведей Антохи Тоже Перцовый Баллончик Плюс Баллончик Ревун До этого Взяла Прям здоровый Ну Мы В магазине В Енисейске Заехали Взяли Вот такой Маленький На 87 нажатий Это Вполне Достаточно Потому что Надо было Рюкзаки Разгрузить Тот Оставил В машине Вот Еще Есть Петарды Вернее Такие Такие Бутылечки Самодельные Потом Покажу Наверное Антон Сделал Там Внутри Петарды Вот С перцем Сделанные Короче Перцовки Сейчас проверим Ну-ка О Это Вот Была Перцовка Это Перцовка Была А Сейчас Полетит Ветер Туда Нормально О Вот так Короче Гудит Ну на камеру Не так слышно А в реале Вообще Капец Конечно А ты мне Баночку Даешь Давай Здесь Давай Тебе Еще две Дам Давай Вот они Кстати Вот так Вот Выглядят Антоха Сделал Тут Парафином Или чем Залито Фитиль Надо Поджигать Фитиль Короче Основа И будет Потом Бабах На основе Красного Красный Перец Красный Перец И просто Разрывает Какая Корсар 12 Корсар 12 В нем Да У нас Сейчас Идет Разбор Полетов Мы Сейчас Все Разобрали Все Что С собой Взяли Надо Немножко Освободить В килограммах Наши рюкзаки На завтра Вот Палатку Установили Я не знаю Там Оцепилась Наверное Смотри Сам Вот так Расположились Мы Ну и Разбираем Вещи Смотрим Где Че Куда Положить Солнечную Батарею Я взял Кстати Тема Хорошая Заряжает Неплохо Телефон Заряжать Ну Сейчас Было 87 Буквально Минут 10 Назад Встало 89 Процентов На телефоне Легкая Что-то 600 грамм Что-ли Она весит Где-то Так Ну У нас Уже Свечерело Сейчас Попробуем Порыбачить Поставил Блесну Вернее Вертушку Мэпс Четверочку Сейчас посмотрим Что тут есть Встал С наветренной Стороны Потому что У нас Сегодня Ветер Поднялся Под вечер Почему-то Скорее всего Меняется Ветер Сейчас посмотрим По-любому Тут есть Что-то Потому что О Есть Ага Есть Есть Щука Я ждал Тебя Есть Есть Да Сразу же С первого Заброса Ну Небольшая Щучка А может Окунь Ну Била Как Щучка Да Щука А нет Ясь Ёб твою Мать Вот Это Ясь Ёб твою Мать Вот Это Ребята Ясь Но Мы Его Брать Не Будем Нам Нужна Щука Мне Нужна Щука По Сути Ну Здоровый Здоровый Ясь Хороший Рыбалка Удалась Короче Здесь Рыба Есть Надо Только Щуку Выцепить Пускай Гуляют Нам Нам Нужен Или Окунь Или Щука Ясь Ага Есть Еще Что-то На Окушка Похоже Скорее Скорее Сего Окунек Небольшой Все Маленький А Нет Подъездок Блин Ну что Тут Одни Подъездки Что ли Что Мы С тобой Будем Делать Буду Отпускать Так же Пока Щуку Не Поймает Подъездок Но Это Мне Нравится Хорошее Начало Для Рыбалки Давно Я Хотел Почувствовать Рыбу Саму Как Она Бьется Ага Есть Есть Окунь О Вот Это Наш Клиент Вот Это Наш Наш Клиент Это Котлета Отлично Вот Кстати Вот На Сейчас Попробую Еще Другие Поставить Ну Не Знаю Пока На Нее Клюет Отлично Прямо Прямо Сразу Берет Прямо Вдоль Берега Когда Китая Сразу Берета Вдоль Яси 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 Едей Не берем Я буду отдыхать Ага Сейчас посмотрю, может быть, на эту резину Ну, я на обе у себя ловлю На такую резинку Фирма Фокс Посмотрим, как она тут на инсе работает Фирма 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 Ага Есть Есть Что-то небольшое Маленькое Окунь О, есть Нормальный такой Работает резинка моя Хорошо Так, у нас второй окунь Дай Ага Есть Такой окушок Ну, чуть поменьше, чем прошлый Вот, еще одного вытащим Так, у нас три окуня есть На ужин Намного рыбы не надо Чисто Поужинать Сегодня вечером Ну, еще четвертого надо Четыре, я думаю, будет достаточно Возьмем Ну что это? Ну что Ну что Ну 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 Yeah Продолжение следует... Щука! Есть! Щука! Ну все, ужин готов практически Я ее ждал Буквально через полчаса она ко мне пришла Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кипятим чай Жарим рыбу Которую поймали Которую я сегодня поймал Окунь и щука Сегодня будем... Это нам на завтра еще Сегодня поедем и завтра В котелке Вот рыба И чай уже почти скипел Ну это воду под чай мы кипятим Таким методом мы Жарим рыбу в масле Масло заправили Ну вот нажарили Немножко Щука, огонь Очень вкусно получилось Друзья, я тут покопался немного в интернете И кое-что нашел Немногие знают эту историю Про лопухи Сейчас где мы находимся В интернете нет такого Видео И видео нету Чтобы кто-то про это снимал Лопухи Это такие тропосферные антенны Размером с пятиэтажный дом Ну примерно Собственно мы вот И находимся сейчас Вот все что осталось от них Таких станций было установлено Более 50 по всей России И у каждых были позывные Вот где мы сейчас находимся На Черноостровске Станция называется емкость Всего на Енисея таких было 6 Место еще их так и называли Лопухи Когда их устанавливали Не могли найти специалистов И стали строить военные части Своими руками Срочники там валили деревья И строили казармы Служащие тут даже умудрялись Позвонить домой Хоть куда А вот доставка про удовольствие Была в основном по Енисею кораблями Тут вообще располагалась военная часть Связистов Номер части 93360 Может кто вспомнит Может кто еще знает про эту часть Что-то Сами видите что тут осталось Вот нашел старую небольшую схему Где были расположены такие станции Теперь немного расскажу Как работали такие станции Тропосферная радиосвязь Существовала уже по крайней мере С 40-х годов Однако Не хотели тратить на такую разработку Ну большие деньги Вот В конце 40-х годов На наши советские бомбардировщики Большой дальности Сделали реальные угрозы С советскими ВВС В Канаде и США Через Северный полюс Ну и военные круги Были реально обеспокоены Отсутствием защиты От такой атаки И появлялись на свет Концепция линии раннего предупреждения С помощью радиолокационного наблюдения По сути она называлась Линия раннего предупреждения Которая официально берет начало В 1954 году И еще в СССР Вот Которую нельзя было отследить никому Это была самая надежная И хорошая Замаскированная связь Расстояние от лопухов До лопухов состояло Ну от 150 километров и выше Чем дальше Друг от друга станция Тем мощнее Нужна была станция Которая передает сигнал Вот Это вообще обеспечивало Основу для разработки И использования тропосферных радиостанций А вообще теория Была такая Что андена На передающей станции Излучала сигнал Несколько выше линии горизонта Излучение идет вверх До контакта с тропосферой Которая называется Ну как у них называлось Силой F2 Я не знаю что это такое Но примерно вычитал В этой точке радиоизлучения Рассеивается И распространяется Вниз К поверхности земли Намного выше линии горизонта От передающей станции Если приемная антенна Расположена На пути Отраженного луча Сигнал может быть принят Но была Но была Большая проблема С этой концепцией В том что В этом слое F2 который Он постоянно менялся Это приводило К смещению Отраженного луча От среднего положения Ну да Где то так Такое явление Вообще называлось Замирание сигнала И Приемниками постоянно Приемники постоянно Теряли связь И вновь захватывали сигнал Вот Ну как бы так пока что А так вообще Вот здесь Развалины Здесь вот попилили Уже нам сказали Что Вот этот Жене С которым ехали на лодке Говорит Там уже все попилили Мы пришли сюда выяснить Вот от берега Сейчас прошли Буквально километр По лесу Все заросшее Все попилино Вот все что осталось Ну здесь еще много Можно металла вытащить Вот Ну как бы так Тут еще казармы есть Сейчас этот Примерно покажу Да Развалены уже Казармы все развалены Все разрушено Все брошено Кстати Сейчас скажу Где-то Вот эти Киев Антенны Тропосферные Да Их расформировали Не так уж и давно Где-то 2003 Что ли Году Уже все Перестало Эту связь Ловить Потому что Появилась у нас Уже Спутниковая Вернее Сотовая Связь Спутниковая То есть Уже Она такая Не нужна была Сотовая Вот по такой Дороге Проезжает Техника Проезжала Техника И доставляла С берега Енисея Продовольствие Сейчас мы По ней Идем Обратно О Чистейшая Вода Ну все Мы пришли Сейчас Собираемся Потихоньку Надули Байдарки Антохи Там Байдарка Отнес Ну так Я ее Оборудовал Сидушку Такую Придумал Пленку Чтобы волна Не захлестывала Там рюкзак Будет лежать Назвал ее Катран Ну так Ну не знаю Так захотелось Это наклейка А с той стороны Я краску Нанес Ну уже Отклеивается Что-то Краска Ой Вернее Наклейка Здесь краской Тоже Уже Отлупилась Ну потому что Сворачиваешь Постоянно Этот Саму Байдарку Ну и сидушку С двух сторон Чтобы Этот Жопой Не возила По-надувному Вот так Сильно Держит Все Нам сейчас Туда До Татарска 15 километров Грести Там Опять Ночуем Там уж Рыбу Половим А потом На следующий День Завтра Уже Завтра Будет Уже 18 Да Будет 18 Число Мы Стартанем Уже В лес Нам придется Пройти Там Сколько Там Ну 25 Или 30 Километров Уже Не помню По лесу Может по болотам Не знаю Тяжело Конечно Будет С рюкзаками Будем Как-то Разгружать Все Как и Till Нем keep Нем С Как Нем Х С Редактор Редактор Тихо С